я не имею права сейчас мне с казахстана видимо подряд пришло несколько писем или может быть голосовая открывать ними право сразу высветится десятки чужих телефонов вот и меня почему-то боюсь туда заходить поэтому одному из моих друзей которого сейчас видно что он что-то поз а давайте на телефоне еще время обеда первого не кручешь на телефоне я могу увидеть самое последнее этого что он не пришел спасибо дружище дальше про посылку умора как работает почта 4 февраля у меня был юбилей 50 лет думал к дню рождения придется неделю они интереса как значит так есть еще два пути но это считайте поделал через взял именно во время как посылку как посылку как подарок еще два пути один придумал я а кто-то в дальние зарубежья сказал ну догадались простую всем по карманам и второй момент значит казахстан же я отправил оба раза в Новосибирск а уж как они там дальше почему-то без проблем и очень быстро отправляет а дальше не знаю может быть автобусы никто не проверяется все таки казахстан россия это братья наверх вы же знаете кто-то будет придираться так и нет еще пищу так ладно теперь значит поехали ольга добрый вечер добрый вечер башкирия с нами николай траве виноградов всегда на месте спасибо лисе у меня глаза открыли узнать что моими фотографиями одномоментно воспользовались сотни сайтов вот и сколько мы разоблачили большого роли не оказалось страна как это с лапшой на ушах так она сейчас такая посмотрю у нас мало так брат Юлий здравствуйте Владимир здравствуйте Валентина Курган здравствуйте Блинова всем участникам вебинара здравия доброе спасибо городичен привет из Москвы наш человек Тверь добра и света ну казахстан хоть бы раз пропустил да нет но сколько можно вот хоть бы раз хоть бы один вебинар пропустил из нижнего норга да привет зельфия привет вот Кира Иванова Санкт-Петербург привет Снегирёв доброго времени смотрите на месте привет Николай Ильина Урубова Хозяйка Артимович можно в одном заказе заказать косточки черенки саженцы нет нельзя смотрите сами косточки к ним особое отношение к черенкам особое отношение саженцы вы получите во второй они будут выкованы во второй половине апреля представляем себе что в этой посылке придет косточки апрекосов они все проснутся уже я человек добросовестный вот а вы выйдете они уже вы они перерастут так что вы выбросите раз черенки тоже проснутся во второй половине апреля то есть они чувствуют тепло папа уже уже попал в апреле на почту приезжая к вам вот вы тоже выбросите саженцы это проблема знаете надо еще получить чтобы без этих чтобы они спали вот поэтому их и что как мы жрать все отправляем но черенки и косточки уже выбросите их надо заказывать сейчас черенки кончаются косточки еще много но не все конечно что то нет а то я хвастался косточки там сливок это венгерки красно-розовые нету что там было одно дерево так мирослава зыбина это уже питер привет мирослава свинин привет так междуречен здравия наталья чихина добрый вечер лобасова добрый вечер николай а еще раз коротко огрушевых от лосков корневых значит никакого опыта нет я видел их все несколько раз значит огромное деревья старые мне меньше 340 лет про этот сад не там десяток знает только я и чернобаев вот больше никто никого не интересует потому что они мелкие как два раза мельче чем даже два раза мельче чем яйцо куриное никакого интереса не вызывают никто их не собирает они входят ковром вот но в виде сеянцев и только когда я выкапывал сеянцы несколько раз натыкался смотрю распадеть вытернуть чем-то цены нет первый раз было когда я ночью готовый сеянец посадил на следующий год привил а тут скосы семечек бывало то взойдет то не взойдет я же не сразу же ему научился постепенно вот этот раз подел потянул потянул а он не идет еще сильнее а он корень вот он от дерева и вот он где-то в метрах 5 раз и вылез но это было не часто допустим я 600 штук я когда 600 штук первый раз жизни накопал даже посчитал среди них несколько было которые оторвались от корня вот где-то мне приходили такие я решил что это такая редко что они как по двое корневой отводки от грош интересы не представляют вот например у меня сад под вишни лезут и лезут и лезут эти же самые вишни корневой отводки вот метр от лодок от лодок от лодок и этого добра полно некоторые растут аж вот так вот это вишни и слева также груши нет у себя в саду я не обнаружил ни одного корневой отводки груши а кто-то пишет а у нас есть то есть получается груши груши рознь правильно и специально чтобы как-то это найти такой вид посадить выросло дерево она начала давать отводки вот и отводки это настоящее пусть они не сенцевые но это часть дерева они такой же мороз только и все обладают такими же качествами потому что это еще раз это часть дерева это многие дерева вот а вот те которые если взять допустим палку откунуть откунуть эту же грушу и вырастить по двое черты два вишни можно слива можно яблони можно абрикосы и груши нельзя не получится и даже не пробуйте остается надеяться что где-то вы найдете в лесу готовые отводки вот и все а сейчас получается так коротко грушевых отводка корневых я уже сказал так я расслаблю доброй радости смоленск здравиствуйте сафин всем здраво мушакова как сформировать плодовое после прививки пень в расщеп когда в рост пойдут все прибитые почки вот так и будет расти все прибитые почки бывало как четыре две плюс две втыкаем две две и две все четыре пусть и растут чужок что вот дальше допустим бывало одна пучка мертва а вторая жива а на второго бежима три побега пусть и растут наконец одна веточка целиком обе почки мертвой а вторая прекрасно живет ну жаль конечно потому что дерево уже не так как бы обтекаемо будет как бы не так будет облизана вот эта вот страшная рана вот это вот которая называется пень вот когда только с одной стороны пошла с одной а с другой мертва вот видите ну что делать и это пройдет как проживется если дальше не мучит может быть она все таки дойдет и до плодношения и до старости вот вот а тут тем более все привитые пошли да и растут себе растут так Рубинчик привет Зульфия запись фебинара будет значит как она появляется запись во-первых сейчас мне эту запись лично мне пришлет мой брат мне не жалко вы мне пишите письмо на мою сонную пользу кто как умеет он сразу эту запись может сделать вы так же как я не умеете тогда получается вы мне пишите запись вебинара 121 пожалуйста как только увижу это занимает секунды вот ну и потом вебинар еще будет разделен по темам это уже для других людей почему канал другой и тогда количество просмотров это мое утешение мало нас мало но тогда количество просмотров увеличится потому что еще он будет разрядом я здесь 15 частей по темам и каждую тему тут 100 человек там 200 бывает 500 вот и количество просмотров увеличится так винограда ну-ка дружище привет я когда ваш вывели вижу мне на душе теплее становится прориски а уральского ученого вывели на высот крупные груши вес плода 300 грамм а еще новинка совсем не боится мороза дерево может выдерживать температуру минус 40 считали об этом сорт называется фаворитка его удалось получить после скрещивания декабринки ну касаюсь ну что я скажу украинцы помните анекдот что я скажу украинцы я сейчас хочу я очень хочу чтобы это все было правдой значит может быть это может быть похожее там была фотография вот такая вот понимаете все было слово в слово как тут но я боюсь что я ошибаюсь вот так вот слово в слово а дальше была фотография а когда я нажал на фотографию похоже оказалось вот столько я думаю когда у них уже успели у них украли или они просто первопопавшие с интернета вставили полная неясность ну как разобраться я не собираюсь их разоблачать если действительно такой 300 граммовая сладкая груша или нет вот дело в том что декабринка она ну так не самая сладкая а лесная красавица супер сладкая но у меня даже сомневается есть вот у них какая-то лесная красавица это тоже еще вопрос лесной красавицы несколько я видел лесную красавицу вот магазин и там лежат лежат груши средненький вот такой вот корма вот такая и написано гроши лесная красавица тогда если это лесная то моя не лесная вот то есть что-то они скрестили ну чтобы добиться окончательного результата надо лет 30 если это они этим занимались я их поздравляю тут главное даже не 300 грамм тут главное даже не вкус помните алтайский я ругал что у них вкус не очень вот а то что до минус 40 если действительно приемлемый вкус если до минус 40 я их поздравляю ну тут понимаете как бы сказать так это должно быть не вот просто пришла информация она в интернете я ее читал это даже скорее всего именно это вот осталось это недоверие ко всему у меня был случай когда я дружил с бывшим директоршей сантоиспытательной станции правда бывшая вот и вот она мне рассказывала делаем абсолютно дурную работу то есть им полагалось как я за что купил за то продаю настоящий правда бывший настоящий этот кандидат науки за и директора этой станции вот и она рассказывает так нас заставляли вот она растет вот как выбрали там несколько десятков сортов и занимаемся ими ну естественно это все новинки это надо в реестр в госреестр это надо проверить они растут а мы каждый день ходим пищем 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 вот мне это вот железно насколько просто весной посадил и даже не подхожу осенью смотрю получилось или нет а нет еще не буду еще все вот они должны писать которые наконец приходит экстремальная зима и все те которые они собирались сориентировать мертвы тогда я железо почему я им не верю до конца про дни на сорок сейчас скажу ну вы меня вынудили а это 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 и так рассказывать в своей жизни я видел три книжки они вроде брошюры они мягкие облазки они вот такой толщины и везде три я не буду называть я помню две хотя бы я помню откуда область規 guests она всю эту they и везде во всех трех разное время на я в питину когда верил но не верил и везде я как по копирку было написано берем дерево serie джими скелетными в State я волчки 3 traded ветки которые перекрещутся отрезаем бит которая труса только вдоль и вот я назвал и так далее и когда я уже маленько носил разбираться я ходил противом садам я в наглую еще ни хрена пасе не убил не знал а уже давай это уси других это такой такого типа и вот тогда получилось следующие я видел живем что все их советы приводят к уничтожению деревьев сайногорцы лучшие сады россии и все северные половины что это планеты лучшие сады невиданные нигде уничтожили их прямо за несколько лет потому что их научили и когда я смотрел что вот эти вот эти участки и станции когда они делали и они наверняка это делали сами а все это было под копирку обрезка раздел это было самое страшное что можно было только увидеть вот какая морозостойкость а здесь просто градусов то есть получается как я как станиславский воскресаю не верю вот меня туда пригласите я посмотрю минус 40 подойдут дереву пощупаю если рисковец и поставлю чтобы не терять время поставлю их воду получили это тоже во росте можно подождать и до весны и посмотрите что из этого будет после вот этой зимой уральские ученые там было где 40 до 50 а что теперь мы после этой зимы экстремально несколько зимы теплых было вот так вот то есть и не верю вот считаю но не верю я хочу всех это было и чтобы вот эта вот фаворитка была у всех 40 градусов это не шутки это во всей россии можно но там еще и другие принципы ну взяли серенки с нее ну то есть что дальше-то много там этих деревьев сколько с ячинком 10 или 100 давайте размножать ну тогда нужно смотреть пытательный участок превращать пилотопитомник несколько лет их уже продали в этом году 40 в следующем году 400 а потом уже может 4000 продали не пройдет 20 лет они будут уже по всей северной оси и то же не будет и то при условии отказаться от идиотской техники лишние ветки поняли меня то есть они действительно добыли получилось молодцы до сорок градусов выдерживает и вкус приличный я не говорю супер твой декабринка да не очень вкусно вот это из нашего декабринка идет как это как парадостойка а лишняя красавица идет как супер сладкая ну то есть получилась серединка наполовину если потомки пойдут в декабринку они будут не очень вкусные если они касаются они будут замерзаны это результат сенцева ирина сада нам с тобой пока еще не приходилось спорить скажи то же самое что сенцевая гибридизация это две крайности или невкусная или замерзшая 40 градусов это не шутки это не шутки а вот привели вот тебе и 40 держим привели а это следующий этап и тогда получается я просто говорю если кто-то из вас добыл черенок фаворитки несколько черенков на науку надежды никакой ну что они будут все делать то дальше то ну получили ну может быть даже премию дадут а дальше то что дальше то надо размножать кто-то из вас добыл черенок мы так все эти годы добывали помните сколько я с украины привозил и добились успеха уже на привитом подтвердилось и мы уже частники мини питомники мы можем ее размножить на науку на плодопитомники пользы никакой опять будет поливать почкой опять будет поливать неизвестно до что вот извините за такое грустное сравнение да да да